Кем стал Пушкин после смерти и кто на самом деле написал трёх мушкетёров? Существовал ли Шекспир и почему Тихий Дон считают проектом советского правительства? Это творческий альманах Artifix и с вами Кристина. Первый писатель, которого постоянно подозревают в подвохе, это Шекспир. Людям сложно поверить, что простой актёр из Англии 16 века мог стать великим писателем. Ведь непонятно, как он без образования разбирался и в истории, и в литературе, откуда знал двор, да и венецианского купца или Ромео Джульетту он написал, вероятно, ни разу не побывав в Италии, причём его рукописи не сохранились. Версии о том, кто он на самом деле, иногда безумные, вплоть до королевы Елизаветы. Но самая популярная теория Шекспир — это оксфордский граф Эдуард де Вер. Он и стихи писал похожие, и судьба у него, как у Гамлета, и потом у него было три дочери, как у короля Лира. Этой версии посвятили целый фильм «Аноним», однако английские критики назвали его насмешкой над их культурой. Впрочем, в эту теорию верил даже Фрейд, только вот умер Эдуард де Вер раньше, чем были написаны поздние произведения Шекспира, например, «Буря». Ещё одна популярная версия — Шекспир — это философ и политик Фрэнсис Бэкон. Я и сама знаю профессоров, которые убеждены в этом. Они ещё говорят, что никто, кроме Бэкона, не мог придумать такой крутой псевдоним — Шейк Спир. Типа взмахнуть копьём, он ведь и про социальные проблемы писал. Но филологи и лингвисты всё это опровергают, так что в Шекспире не стоит сомневаться. Вторая теория — уже какая-то феерия мысли. Дюма — это Пушкин. Почему отпевание поэта планировалось в церкви Адмиралтейства, а прошло всё в конюшенной, чтобы люди не пришли с ним прощаться? И вообще до смерти он все дела успел привести в порядок, и жене и друзьям отдал распоряжение, а с государем такими письмами обменялся, что тот даже долги его приказал уплатить. Итак, Александр Сергеевич устал от цензуры и постоянной слежки, инсценировал свою смерть, умотал во Францию и стал там писать под псевдонимом Дюма, оставив имя Александр. Французский он, конечно, знал, потому что все русские дворяне знали французский. К тому же именно после смерти Пушкина Дюма стал известным. И посмотрите, как они похожи. А позже Дюма путешествовал по России, в Петербург, на Кавказ. Ну что это, как не тоска по родине? И последние литературные параллели, будто в образе Миледи Натальи Гончарова, или вот помните, в графе Монте-Кристо главного героя зовут Дантес. Совпадение? Короче, это, конечно, весело, если бы кто-то в эту чушь не верил. И как авторы подобных теорий объясняют тот факт, что Дюма вообще-то существовал до смерти Пушкина. Жил там, общался. В общем, версия дикая. Уж Пушкин точно Пушкин и Пушкиным остался. Но что с самим Дюма? Некоторые думают, что, например, Тримушки Теора или Королева Марго вообще не его книги, а другого писателя, преподавателя истории Агюста Маке. Якобы имя Дюма решили оставить, чтобы романы продавались. Иначе как пробиться? Обвиняли Дюма и в других случаях нечестного подхода. Критик Эжен де Мерекур даже написал на него памфлет. Внимание, фабрика романов. Торговый дом Александра Дюма и Ко. Но на самом деле тут надо говорить о соавторстве. Дюма и правда не сам писал свои романы, а сотрудничал с Маке, у которого не было литературного таланта, но зато он был профессиональным историком, что, конечно, важно для исторических книг. Сохранились даже его черновики к тем же Тремушкетерам. Идеи, сюжетные повороты, но именно литературное оформление принадлежит Дюма. Маке после того, как они поссорились, даже подал в суд на писателя, чтобы доказать свои права на книги. Но проиграл. Третья теория уже о русской литературе. И это правда очень спорный вопрос. О том, что Шолохов не писал Тихого Дона, за который он получил Нобелевскую премию. Тут почти как с Шекспиром. Люди не верят, что он мог это написать. 20-летний паренек с несколькими классами школы и такая потрясающая эпопея. К тому же смущает и сам текст. Роман неоднороден, стиль меняется, а некоторые части будто вообще написаны не одним и тем же человеком. То есть, грубо говоря, Шолохов присвоил чей-то роман и докрутил. И есть конкретные догадки. Основная версия, автор – это писатель-казак Федор Крюков. Ходили слухи, что он пишет «Новую войну и мир», но потом Крюков умер. А Шолохов мог взять рукопись и обработать. Тем более, его тесть был знаком с Крюковым. Но есть и конспирологическая теория о тайном проекте НКВД. Якобы советские власти нашли тихий дон, признали, что это гениально, но опубликовать роман под именем настоящего автора – вы что, он же сторонник белого движения. И решили подыскать человека более подходящего. И вот уже красному, благовидному Шолохову дали текст оформить. Или вообще уже дали готовую книгу. Так или иначе, Шолохова начали обвинять в плагиате еще при жизни. И когда он в ответ на это обнародовал свои рукописи, они только усугубили ситуацию. Начались споры, реально ли он писал, или просто в спешке переписывал чужой текст. Ведь в версии от руки есть странные ошибки, которые характерны именно для списывания. Например, в рукописи Шолохов написал «Узконосая Анна Ивановна оказалась бездетной». А в издании, напечатанном же «Узкокостная, узкая кость, не зря же бездетная, а дальше по смыслу связана». Или «Скипетр красок» вместо «Спектр». Это уже совсем подозрительно. То есть ошибки могут доказывать, что Шолохов особо не вдумывался. И, кстати, в то, что он написал «Тихий дон», не верили ни Алексей Толстой, ни Дмитрий Лихачев. С другой стороны, все странности текста могут как раз происходить от неопытности. Молодой автор просто опирался на дневники белых офицеров, а писал сам. Честно, здесь до сих пор непонятно, где правда. Но главное, роман великолепный. А в вопросе авторства, думаю, еще разберутся. В общем, людям, конечно, нравятся всевозможные тайны, но в сомнительной теории лучше не верить. И неважно, касаются они Билла Гейтса или Пушкина. И теперь розыгрыш. Трем людям, которые угадают, о каком писателе я расскажу в следующем видео, мы подарим по книге. И подсказка там уже никаких теорий заговора. Результаты будут через 10 дней, так что оставляйте комментарии и обязательно делитесь впечатлениями о выпуске. Ну а с вами была Кристина, и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok